Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, дорогие радиослушатели! И, так скажем, 9 лет посвятила себе региону. Ну, что такое региональное развитие? Это развитие всех направлений деятельности, от молодежной политики до инвестиций, развитие малого среднего бизнеса и выстраивание отношений регионального бюджета с федеральным. Как говорил Станиславский, не верю. Я представляю, девочка в 21 год, закончившая университет, приходит и говорит, всё, занимаюсь всем. И инвестиции, и региональное развитие, и бизнес, и молодёжь, и всё на свете. Всё было постепенно, естественно. А, всё постепенно, последовательно, да? За 9 лет я построила хорошую карьеру, но не благодаря каким-то связям, а именно, я думаю, что своей разносторонней, так скажем, желанию охватить всё и вся. Регион не такой уж большой, и люди достаточно в нём интересны, и, как правило, одни и те же могут себя проявить в разных ипостасиях, от бизнеса до каких-то социальных интересных инициатив. Поэтому при общении так получилось, что занималось достаточно большим количеством направлений. Самое интересное направление из всего этого? Самое интересное, именно, наверное, разговаривать с молодёжью, уровень, выдавать гранты на открытие своего дела, небольшие там, 50 тысяч, 100 тысяч рублей, такие были суммы, и видеть, как проект растёт, как сам лидер проекта развивается, развивает свой бизнес, создаёт новые рабочие места, экономика от этого только обогащается, налоги поступают. Как красиво, говорите, Татьяна. Но таких, на самом деле, очень мало, не все готовы в это идти, потому что, если смотрят на родителей, если родители бизнесмены, то, как правило, дети уже с третьего курса, ну, видно у них вот эти зачётки предпринимательской деятельности, я думаю, что это на генетическом уровне всё-таки формируется. То есть ребёнок учится тому, что видит у себя в дому? Конечно. Мы им просто помогали, я и моя команда, которые также работали в качестве чиновников, параллельно обучали их всем формам поддержки, чтобы бизнес не был отстранённым от всех тех мер, которые даёт государство. Всё замечательно. Вот, говорите о молодёжи, я вспоминаю, несколько лет назад прошло такое веяние, что у нас есть золотой кадровый резерв, там, сколько-то человек выбрали везде по всей России самые лучшие, вот они пойдут в кадры. Ну, когда смотришь на кадровый состав управленцев высшего уровня, видишь, сегодня он здесь, завтра он на другом месте, послезавтра он опять здесь, ну и так далее. Вот какая-то тусовка такая получается, ну, это моё мнение, я могу заблуждаться, но одни и те же люди. И вот, кстати, вот этой молодой крови, именно молодой, не обязательно, что им по 20 лет должно быть, по 30 лет, а люди с новыми идеями, и люди, любящие свою страну. Вот, вы знаете, я стараюсь увидеть, но не получается. Может быть, это у меня такие очки плохие или что? Ну, честно, молодёжи очень трудно пробиться, попасть в какой-то кадровый резерв. Я думаю, что вся проблема в том, что система выстроена непрозрачно, как на региональном, так и на федеральном уровне. Я состою в региональном кадровом резерве, и попасть было мне достаточно проще, просто потому, что я работала в органах исполнительной власти, и, естественно, знала все эти механизмы, умела читать нормативные права и документы, и всё остальное. Обычный человек, живущий у себя, не знаю, ни в городе, ни в центральном городе, где все эти процессы происходят, из глубинки, из деревни, которая хочет, чего-то понимает и уже бизнесом занимается, то есть какой-то молодой лидер. Ну, очень сложно этого достичь. Однако же в некоторых субъектах Российской Федерации, не только в Астрахани, я знаю, очень эффективно действуют ресурсные центры региональные. Конкурс о том, как попасть в кадровый резерв, объявляется во всех средствах массовой информации. Ну, что толку? Ну, объявили. Ну, попал он в этот кадровый резерв, и дальше что? Начинается работа. Начинаются мозговые штурмы, формирование каких-то глобальных, кластерных тем, региональных инициатив. И в этих мозговых штурмах, в неких стратегических сессиях, появляются именно те качества, которые, так скажем, могут уже попасть в некий перечень, которые нужны губернатору. Опять же, если это надо главному человеку в области. Если это не нужно, то, как правило, это списки своих родственников, знакомых. Такое тоже бывает. Вот и весь резерв. Знаете, я иногда думаю, в 1945 году закончилась Великая Отечественная война. Пол страны лежала в руинах. Через 10-15 лет восстановили. Так? Да. Ну, через 15 лет уже нормально функционирующая страна. Сейчас, вот вроде, ничего не мешает, никакой войны нет. Вроде есть золотые кадры, кадровый резерв. Вроде все говорят, что они любят свою страну и так далее, и так далее. Ну, что-то не получается. Поля зарастают бурьяном, заводы закрываются, они неэффективные. Теперь вот вузы закрываются из-за неэффективности. Вот как молодежь может на это влиять и может ли? И еще, у молодежи, с которой вы работаете, есть вообще такое понятие и понимание, что такое патриотизм? Ну, вообще, вот мне, например, стыдно, что наши отцы, деды смогли поднять Россию вот именно из руин. А мы сейчас как-то совсем не такие. Ну, в последнее время я очень часто вижу и в интернете, и в социальных сетях именно голос, так скажем, ни одного какого-то там молодого лидера, который говорит о патриотизме, а именно сообщество вот этих молодых людей, там, студентов, либо тех, кто уже ведет какой-то проект социально ориентированный, патриотический. Они объединяются все, и некоторые комьюнити, и хотят, чтобы были они услышаны. У них это получается. Они выступают на различных форумах, в блогах ведут. И просто сама блогер, я вижу, как активно они туда носят свой голос. Я не думаю, что их вот именно позиция не услышана государством. И действительно, есть, например, программы на федеральном уровне, которые именно направлены на данную целевую аудиторию. Там по стимулированию, так скажем, различных проектов, по частичному их финансированию в регионах очень хорошая такая сетка выстраивается. Именно, например, мы не будем политику трогать, да, различные партии, и обязательно под ними молодежь, неважно, к какой партии ты относишься. То есть эта работа идет, и я замечаю, что с каждым годом все активнее и активнее. А вы можете сказать о каких-то своих, ну, каких-то, какой-то своей такой деятельности, которая вам стала, ну, особенно, ну, есть чем похвалиться, вот как. Я знаю, что вы занимаетесь, занимались ни много ни мало восстановлением хлопководства. Правда или нет? Ну, я, как уже сказала, я уроженка Астраханской области и знаю свою историю своего региона. В давние времена хлопок выращивался там в больших масштабах промышленных. И именно это единственное место в сегодняшней России, где почва и климат позволяют выращивать хороший качественный продукт. До распада СССР мы хлопок, так скажем, Россия потребляла в восточных республиках, но, к сожалению, не соединились. И сейчас мы, Россия, очень зависима от, получается, иностранных государств, цен, и не мы правим балом, что называется. Также многие ткацкие производства в России не выжили после кризиса. И после того, как я попала в Москву, у меня появилась возможность знакомиться и выстраивать отношения с интересными предпринимателями, бизнесменами, которые готовы развивать свой бизнес. Как только я познакомилась с руководством и владельцами рождественской мануфактуры, то в Твери – это одно из самых старейших производств России, ткацкая. И именно они очень зависимы от именно получения сырья. Когда я рассказала про Астраханскую область, что… Они знали, что там раньше выращивались. Да, они, в принципе, каким-то образом общались с научно-исследовательским институтом, который занимается исследованием именно хлопка и выращиванием не в промышленных масштабах, а так понемногу, так скажем. И я их повезла в Астрахань познакомить, в первую очередь, с губернатором Астраханской области, потому что инвестиционная политика строится у нас сверху, а не снизу. Ровно 10 минут проходит от того момента, когда инвестор захочет зайти в регион, он сразу попадает, ну, то есть это, так скажем, не во всех субъектах это реализовано. Некоторые годы идут, у нас 10 минут. Мы подписали рамочное соглашение и начали работать. Все очень просто. Сейчас уже на федеральном уровне, тоже мы об этом заявили, Мантуров, министр промышленности, поддержал данную идею. На региональном, федеральном уровне сейчас разрабатывается дополнительная программа, дополнительные меры стимулирования именно этой отрасли, которую нужно возродить за счет только денег инвестора, естественно, сделать это невозможно, потому что это земля, это обработка земли, это подготовка. Год у нас есть на то, чтобы вот именно засеять поля и получить тот продукт, который нам нужен. Но еще не сеяли. Но мы засеяли 50 гектар. И? Сейчас нет семенного фонда, мы сейчас семена только копим, там семена приходится докупать, хочется все свое иметь. То есть формируется такой, так скажем, кластер, несколько субъектов России будет в нем задействовано в этом проекте, потому что в Ставропольском крае тоже хорошая есть база. В Тверской области получается уже готовое ткарское производство. Ничего не мешает. И в Астраханской области через два года построить маленькую фабрику, которая также будет перерабатывать хлопок. Вся сейчас загвоздка в том, что нужны вот именно подписанные, принятые правительством меры стимулирования. А как Вы думаете, сможет ли этот хлопок конкурировать с китайским или с индийским? Мы понимаем, что там рабочая сила стоит значительно дешевле. Так вот, эта конкуренция, как Вы думаете? Ну, что касается рабочей силы, ни для кого не секрет, что у нас очень много привозных, так скажем, рабочих, и все это официально прописано в документах межправительственных. С других стран на полях люди с удовольствием работают, если русский человек не готов. Ну, может, они с удовольствием, но деваться некуда. Не важно, да, не важно. С рабочей силой, так скажем, на полях вопрос решается на юге России. Что касается именно качества хлопка, то первые исследования показали, что это первый и второй уровень, это говорит о высоком качестве именно этого продукта, и мы достаточно конкурентоспособны. Главное, вот, наладить весь этот процесс, чтобы не повлекли дополнительные издержки, вот, уборку урожая. Ну, то есть, это, можно сказать, заново выстраиваемый технологический цикл. Хотя мне всё нравится, за исключением того, что не наши граждане получают работу, а гастарбейтеры. Я... Таджики, киргизы. Я отвечу на этот вопрос, да. Я не против таджиков, киргизов и прочих узбеков. Замечательно, молодцы, но... А где наши-то? Ну, к сожалению, работая, например, на региональном уровне, я очень часто выезжала именно в сёла, в районы, и смотрела своими глазами, как там всё это происходит. Могу сказать, что более-менее, так скажем, молодые, те, кто отучился, например, в городском центре, либо в Москве, либо в Волгограде, в близлежащих городах, в пристерильных университетах, уже обратно домой не возвращаются. То есть, это уже необратимый процесс? Ну, это очень сложно обратить, то есть, нужно участвовать каждому муниципалитету и региону в этих федеральных программах, которые там представляют жильё молодым семьям. Это всё работает, но этого мало, естественно. Все инвестиционные проекты привязаны к конкретным земельным участкам. Они все далеко в полях. И, ну, то есть, там помидоры, картофель, арбузы, ну, понимаете, да, какие пространства, так же, как и хлопок, и рис сейчас возрождается. Нужна рабочая сила. Её просто недостаточно. Ну, я же молчу про русского человека, который не хочет, в принципе, иногда работать. Ну, уж ладно. Прямо вот русский человек не хочет работать. Вы же русская? Да. Ну, я имею в виду, в полях, когда плюс 50, не каждого заставишь русского человека и... Ну, знаете, значит, стимула нет. Ну, возможно, не у всех есть возможность платить высокую зарплату, то есть, в среднем она там 15 тысяч рублей. Ну, а вы понимаете, вот вы лидер клуба молодых бизнесменов, так вот что-то я помню, ну, что будет происходить? Сначала приехали киргизы, там таджики, узбеки, поработали на этом хлопке, потом он говорит, ну, что я буду здесь в этой дыре, я бы сейчас в районный центр. И вот эта реакция замещения, а потом мы с вами остаёмся лидеры, да, а лидеры чего? Какой страны, если у нас произошла реакция замещения, что русского народа не осталось? Вот я... Я не говорю, что это все. Мы имеем хороших специалистов, есть там средние учебные заведения, где там механики, водители и конкретно специалисты, которые на всесезонной готовы работать, это есть, и уже там зарплата больше, чем 10 тысяч рублей. Мы говорим про сезонность, которую вот нужно собрать, например, урожай, и на два месяца заводить с рабочей силы, но просто её не найти. Ага, понятно. Ну вот, кстати, вообще очень интересная тема, ещё мы сейчас поговорим о кадровом резерве рабочих специальностей. Как вы оцениваете в отдельном регионе, скажем, в Астрахани, в Астраханской области и в других регионах, тем более, что вы сейчас работаете со всей Россией. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, это передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёра Александр Санников. Сегодня у нас в гостях Татьяна Вадимовна Минеева, эксперт в области регионального развития. А наш телефон 629-08-73, код Москвы 495. И говорим мы о том, когда же Россия начнёт подниматься. И это зависит в том числе от молодых предпринимателей, от молодых управленцев, от молодых лидеров, таких, как наша собеседница. Спасибо. Да, Татьяна? Ну так вот, давайте поговорим о кадровом резерве рабочих специальностей. Что у нас сейчас в России? Вот мы говорим, давайте развивать в регионах. Есть с кем развивать? И если нет, то почему? Если есть, то благодаря чему? Потенциал именно у рабочих профессий достаточно высок. Но вот о конкретном кадровом резерве, честно говоря, он не сформирован, либо сформирован, но опять это не донесено до обычного рабочего. Он об этом не видит. Однако, что касается, я опять буду, вся Россия стоит из регионов, я немножко сейчас опять приземлюсь и скажу, как это устроено в субъекте Российской Федерации. Опять же, если это нужно регионам, особенно тем регионам, кто там развивается, заходят новые инвесторы, проекты, там тысяча человек нужно. Есть определенный каждый год, как правило, это Минсоциальное развитие региональное, формирует потребность в рабочей силе. Нам надо 100 токарей, 100 пекарей и так далее, и так далее. На год. Вот спрашивает, не просто так с потолка берет цифры, а берет цифры от конкретных бизнесменов. То есть, как правило, региональный Минэк или агентство институтного развития собирает все эти потребности, потому что если проект стратегического значения, то каждый год количество работников и рабочих растет. Мы знаем, сколько нам завтра понадобится. Идет заказ в ВУЗы, дополнительно открываются повышения квалификации. Но это вы рассказываете в общем где-то или в каком-то конкретном регионе? Или это просто модель такая? Я работала 9 лет именно в Астраханской области, это там работает. Не говорю, что совершенно, но эти процессы запущены, и все это в рамках общей федеральной программы. Я просто уверена, что в других субъектах то же самое есть, иначе просто не найдешь. Где готовятся эти рабочие? Естественно, если там не нужно каких-то специфических знаний, то СУЗы и училища специализированные, и при ВУЗах также открываются. Все это есть на региональном уровне. Ну, я думаю, что именно заказчику вот этой рабочей силы не проблема там отправить в соседние регионы, это не будет так дорого стоить. Не нужно в Москву отправлять, в регионах достаточно широкий спектр ВУЗов, СУЗов. И повышение квалификации, дополнительное образование, все это происходит. Здесь проблема именно в качественном выстраивании системы вот этой всей. То есть ежегодно определенный ответственный должен видеть, что происходит, как происходит, чтобы действительно не дать какой-то стопор какому-то проекту. Ну, все хорошо, опять же, говорили, но я очень люблю конкретные примеры. Если есть такой пример, можно привести его? Ну, я вела там десяток лично проектов, знала, что на следующий год мне нужно будет там столько-то, например, менеджеров среднего звена. В региональные высшие учебные заведения давала заказы, и, в принципе, пятикурсники, которые закончили, либо еще только учились, и готовы, были способны... Но это не рабочая звена все-таки. Да, я согласна, не рабочая. Я говорю, что в СУЗах это то же самое. Так, у нас звонок. Пожалуйста, представьтесь и говорите, мы вас слушаем. Галина Владимировна, Москва. Значит, этой зимой я покупала льняную ткань Вологодского льнокомбината и поинтересовалась, откуда же у них сырье? Они говорят, что мы работаем на полную мощность, несмотря на то, что много льнокомбинатов в России уже закрыто, и в Костроме, Ярославске и так далее. Значит, получают сырье из Бельгии. Это просто вообще смешно. Какая-то Бельгия поставляет в Россию льня. Спасибо, Галина Владимировна. Спасибо. Не только Бельгия, но и Бразилия поставляет, и Китай. Просто поставки растут с каждым годом. Именно поэтому правительством поддерживается этот проект стратегически значимый для России. Я хочу еще дополнить, что хлопок не только для того, чтобы ткань получать. Хлопок делается и для оборонного запаса, и частично деньги из него делаются. То есть, в принципе, России необходимо свое сырье. В промышленных масштабах просто необходимо возобновить то, что было когда-то. Я думаю, 50 гектаров плантаций хлопковых – это капля в море. Конечно. Для такой страны даже не капля, а микрокапля какая-то. Это делается для получения семенного запаса, чтобы были семена, чтобы мы в той же самой Бельгии не покупать эти семена. То есть, есть какие-то запасы в Буденновской научно-исследовательском институте, есть запасы в Астраханском, есть в Ставропольском. Вот это вот все, что можно было, все взяли, и сейчас просто делаем свой семенной запас именно того качества, потому что купишь семена в Бельгии, а потом вырастет не то. Хочется именно тот уровень, которого сейчас достигли ученые. Понятно. А вот скажите, что надо делать, чтобы привлекать предпринимателей, и чтобы у предпринимателя был интерес работать здесь, ни в каких-то офшорах, деньги не уводить, развивать именно свою страну, не заниматься тем, что скупать яхты и футбольные команды, а вкладывать в свое производство? Ну, привлекать вообще, я думаю, предпринимателей, это сложившаяся личность, повлиять на них очень сложно. Но они же, вы же их растите. Да, либо предприниматель любит Россию и готов заниматься благотворительностью, и не покупать там просто какие-то машины, загородные дома и за границей, а вкладывать в развитие своего же дела, создавать еще больше рабочих мест. Такие предприниматели есть. Что меня поразило, и я просто рада, ну, как-то небезнадежная судьба России, так скажем, и я думаю, что мы выведем ее в 20-х, поставленную высшим руководством страны по рейтингу инвестиционной привлекательности, что именно вот предприниматели, средние такие, немалый бизнес, не только тот, только начинает, у них действительно есть такое желание поучаствовать в улучшении, которые сейчас, в процессах по улучшению климата. Ну, например, в рамках национальной предпринимательской инициативы, это те дорожные карты, так скажем, планы мероприятий, те проблемы, которые Россию... Татьяна, говорите понятно, я не понимаю, что такое дорожная карта, вот я не понимаю, говорите по-русски. Хорошо, есть у нас рейтинг doing business, мы от него... Опять рейтинг, говорите опять, понятник, переводите мне. Хорошо, рейтинг Всемирного банка, который... Опять Всемирного банка, ну давайте вот... Хорошо, есть определенные проблемы у России, которые ее тянут вниз в принципе, но которые бизнесу из-за этих низких позиций не хочется здесь делать. Это в первую очередь... Понятно, и вы не выжарены здесь. Да, подключение к энергосетям годы проходит, чтобы предприниматель подвел какую-то электростанцию, проложил сети, получение разрешения на строительство тоже больше года предпринимателей, я имею в виду, законным способом. Там, таможня, несколько недель может растамаживаться груз, и уже этот груз никому не нужен. Вот именно вот основные эти проблемы были выявлены, и созданы рабочие группы, в которых участвуют непосредственно бизнесмены. Не просто участвуют, они руководят этим процессом. Так, и? Чиновники входят в эти рабочие группы. Ну что, и стало быстрее все? Не то, что быстрее. Именно предприниматели раньше как было, то есть при каком-то федеральном министерстве создаются какие-то комитеты, координационные советы, где бизнес там, ну, слушают, но в протоколе потом видишь, что... Слушают тест, называется. Да, так как нужно чиновнику, теперь уже чиновники не могут, так скажем, открутиться. То есть вы считаете, что, ну, по сравнению с тем, что было год назад, два года назад, вы считаете, что есть решение? Я говорю, что наконец-то бизнес услышан, и все те предложения бизнесменов, которые вот в рамках этой работы, 3-4 месяца шла эта работа, все, что включено в эти план мероприятий, тут вот слово модной дорожной карты, все это принято. Ну, не все там на 100%, но принято и уже в виде нормативного права документа издано. То есть это будет реализовано. Хотят федеральные... Мне нравится, мне нравится ваш оптимизм. У нас звонок, пожалуйста, говорите, не забудьте представиться, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Это Владислав. Здравствуйте, Владислав. Понимаете, вот когда чиновник не занимается развитием своего региона, инфраструктуры, он начинает болеть. А у нас есть службы занятости населения, в которой перечисляются огромные деньги. И мы, так сказать, сами плодим людей, которые, в общем-то, в контактах не хотят больше работать. Они получают свои дотации, помощь, и все. Так, может быть, имеет смысл эти деньги пустить в дело, а чиновников, в общем-то, изменить политику чиновничества, заставить их самим развивать. То есть делать казенные предприятия, небольшие бизнесы, а потом перейти их в аренду или с последующим выкупом по договорной системе, чтобы не давать людям деньги. И тогда чиновник будет заинтересован в том, чтобы зарплата не росла за счет поступления денег на бюджет. Вот у меня такой вопрос. Как вы на это смотрите? Как интересно. Спасибо, Владислав. Спасибо. Спасибо, Владислав. Я полностью согласна с Владиславом. Если бы у меня была такая возможность, я бы всех чиновников перевела бы на систему KPI. Это целевые показатели, которые каждый месяц, каждый квартал должен достичь чиновник лично своим трудом после этого, его зарплата именно зависит от этих результатов. Пока что указом президента в эту систему внедрены федеральные органы власти, опять же, без персональной ответственности за эти целевые показатели, и губернаторы, но губернаторы лично. То есть со следующего года уже утверждена перечень, так скажем, этих целевых показателей, которые необходимо и региональным властям, и федеральным властям достичь. Но эту систему нужно внедрить вплоть до специалистов самого низшего звена. Вы думаете, она будет внедряться все-таки? Надеетесь? Я думаю, так как процесс пошел, это просто уже как бы прорыв, можно сказать. И не без предпринимательских вот этих советов здесь не обошлось, то есть это было одной из инициативы предпринимательской, именно внедрить эту систему. Потому что каждый у себя, каждый предприниматель усыновил давно уже себе вот эту сдельную оплату труда, КПА для своих подчиненных. Почему же власти нельзя это внедрить? Я еще вот по поводу занятости, службы занятости, я работала с региональной службой занятостью. Я хочу сказать, что там не только те, кто просто получают, вот хотят получать каждый месяц, они безработные, получают вот эту небольшую сумму денег. Там очень достаточно широкий спектр также форм поддержки, именно направленных на развитие предпринимательства. То есть там выдаются гранты, пусть небольшие, но до 300 тысяч, вот в моем регионе так было. И в течение трех лет тебя мониторят, но ты должен именно из безработных граждан, кто стоит также в этом, на службе занятости, должен взять этих работников себе и потратить эти деньги на развитие какого-то небольшого бизнеса и на зарплату этим же самым безработным. То есть, в принципе, это система, и многих кого она интересует. Но опять же, нельзя заставить всех бизнесом заниматься. Кому-то это нравится, кому-то нет. Ну и пошло это или нет? Ну, я могу сказать, что вот та молодёжь, которая не знает, например, чем заняться после института, встаёт на службу занятости, получает 300 тысяч, берут же своих же. Друзей, родных. Ну, это, как правило, да, друзей, почему бы нет. Это маленький проект, в основном это IT-сфера. То есть это компьютеры, что-то связано с службами. Компьютерный бизнес в интернете, очень много сейчас идей в интернете можно найти, чем бы заняться, там любые услуги, консалтинг, как открыть своё дело, есть отдельные сайты. Они берут эти идеи и начинают с чего-то малого. Но не получается, но не получилось. А эти 300 тысяч не надо возвращать? Они, это субсидия безвозвратная, но 3 года мониторят, то есть нельзя просто пойти и потратить на свои личные нужды. Обязательно нужно взять работников. Но если машину, то значит, там надо бизнес-пай, пиццу, да, любые услуги, то есть там всё, что угодно. Ага, понятно. У нас звонок, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Так, ну, всё, снимается звонок. Я прошу, дорогие... Здравствуйте, народное, дорогое радио. Здравствуйте. Здравствуйте. Алё? Да-да, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, дорогой народное радио. Здравствуйте, гость. Алё? Мы вас слушаем, говорите. Мы слушаем, а там чуть прерывают. Ну, я знаю, что у вас прерывается. Отойдите от приёмника, и всё, ничего не будет прерываться. Я работала всю жизнь в общественном питании. Ага. Алевтина Петровна, отойдите от приемника подальше или выключите его и говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, гости, здравствуйте, Зинаида Степановна. Татьяна Степановна, дальше. Я отошла далеко, 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 мне некуда отходить. Все, ну что ты будешь делать, какая маленькая у вас квартира, вопрос. Я всю жизнь работала в общественном питании. Ну, Алевтина, ну что, миленькая, ну выключите радио, в конце концов, оно вам мешает. Я сейчас выключу, выключу радио, сейчас выключу. Вы знаете, я работала в общественном питании всю жизнь, комбинат питания, ВДНХ, 30 лет отработала. И вот мне эта тема интересует, почему сейчас нет, совсем не развито общественное питание. Вот я живу в ВДНХ, район ВДНХ, и в каждом корпусе гостиница была в столовой. Сейчас просто негде людям покушать. Вот эта тема основная. Когда накормите народ, тогда будет стимуляция. Понятно. А я-то наоборот считала, идешь, кафе, пиццерия, жар-птица какая-то, жар-пицца, шоколадницы. Мне казалось, наоборот, много. Мне тоже кажется, что много. А, может быть, вот таких простых столовых, дешёвых, дезодоступных. Но это зависит от собственника того помещения, где необходимо это внедрить. Я очень знаю много крупных предприятий, где ниже себестоимости продают, так скажем, обслуживают своих работников. Вы имеете в виду Государственную Думу? Я ни разу не посещала столовую Государственную Думу. Я говорю про предприятия с государственным участием, может быть, там «Газпром», «Лукоил». Но зависит всё именно от того, кто стоит во главе именно, наверное, об этом. Ну, если владелец предприятий, кстати, мы знаем такие предприятия, действительно нормальные, хорошие предприятия. Вот есть во Владимирской области у нас выступал здесь как-то человек, который занимается верми, культурами. И вот он, да, стал своих рабочих кормить действительно ниже себестоимости, действительно, ну, почти даром. Что касается, вот, вообще, в принципе, рынка, то он настолько конкурентоспособный, просто столько, действительно, и цена и качество очень в хорошем состоянии находятся. Почему? Потому что на каждом углу, вот, что касается Москвы, ну, в принципе, общественное питание. И я думаю, что правильно делает государство, что не поддерживает эту отрасль, не даёт никакие меры стимулирования, потому что она сама по себе достаточно хорошо развивается. Потому что люди каждый день хотят есть. Конечно. А вот производство – это другое дело. Это намного сложнее, чем открыть какую-то точку по общественному питанию. Звонок у нас, пожалуйста, мы его слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это Александр Александрович. Безусловно, вы очень хорошим делом занимаетесь, только, наверное, результативность не очень высокая. И вы сами определили, что вот трудно к сетям подключиться, там, и так далее, и тому подобное, не буду повторять. Так вы не определили, самое главное, что система, вот, управление, она вся направлена, чтобы не давать развивать всё это. Значит, её надо ломать, эту систему. Угу. Вот о чём речь идёт. Понятно. Спасибо, Александр Александрович. И, Татьяна Степановна, один добрый совет. Давайте. Татьяна Степановна, я вас очень уважаю. Просто вы не подумайте. Ничего не думайте. Вот. Но вы когда говорите, что 20 лет мы живём, 20 лет – это миг для государства, а все проблемы, которые сегодня есть, это проблемы с 17-го года. Пьянство, воровство, безделие, отлынивание на работе, неуважение друг к другу – всё это с 17-го года идёт. Угу. Понятно. Потому что у нас все это допускает ошибку. 20 лет, 20 лет. Да мы всё это накапливали, а сегодня как отрыжка всей этой гадости. Сегодня она проявилась. Извините. Спасибо. Спасибо. Слушайте, спасибо, Александр Александрович. Спасибо. Татьяна, как прокомментируем? Ну, что можно прокомментировать? Сломать? Я считаю, что просто взять всё сломать нельзя. Мы тогда вообще ни с чем останемся. То те попытки государства сделать что-то лучшее, слушать бизнес, делать так, как они говорят, потому что им же строить этот бизнес им виднее. Такая работа идёт, и я думаю, что она достаточно успешная. Естественно, мы там горы не свернём за один год, но задача поставлена к 20-му году нам какой-то результат получить, я имею в виду, что он поквартально разбит, то есть по чуть-чуть, по шагам в тех узких местах, которые Россию не стянут, можно что-то сделать полезное. То есть половина выкинуть, например, в государственные услуги, которые не нужны просто административных процедур, то есть эти самые барьеры пресловутые, снизить сроки растаможки, уменьшить стоимость подключения к энергосетям. Вот этими маленькими шажками мы идём по такому пути, я думаю, что он правильный. Опять же, каждый должен заниматься своим делом. Наверное, есть люди, которые более глобально включены в этот процесс, им виднее, я ничего не могу сказать. Ещё звонок у нас, пожалуйста, говорите. Аня, русские земли скуплены, пустуют, рис лён не выращивает, не пора ли нашему государству выделять материальную помощь басующим олигархам? Спасибо. Так, не очень поняла, но что земли пропадают, это вы действительно правы. Действительно смотришь, бурьян обзаросшие. Да, действительно, и на моём личном примере я сталкивалась с такой ситуацией, когда приходит инвестор, либо из региона, либо из другого города, берёт землю, ему на льготных условиях всё это дают и ждут, когда всё это построится. А проходит три года, и ничего мы не получаем. Поэтому сейчас есть такая тенденция, не государство, то есть муниципальные земли, не продавать их, чтобы потом мы ждали, мы хотим же производство видеть, а не какие-то там загородные дома у речки. А вот, даётся в аренду, где прописываются все условия муниципалитета, либо региональный бюджет, региональная власть прописывает именно те показатели и ту инфраструктуру, которая должна быть возведена на этих землях. Если через три года это не получается, то, извините, земля, так скажем, уходит обратно в муниципальную власть. То есть эти механизмы все на региональном уровне нужно предусмотреть. Скажите, Вы занимаетесь региональным развитием не только Астраханской области, но имеете представление о том, что происходит в целом по России. Вот какие бы Вы регионы могли назвать как наиболее успешные в развитии бизнеса, в развитии, ну, в том числе тогда и социальной сферы, потому что бизнес развивается, у людей работа, налоги идут, люди получают зарплату нормальную, значит, жить полегче. Какие регионы? Ну, я из тех, которые я посетила, на первое место поставила бы Калужскую область. Грамотно организованный процесс по привлечению инвесторов, что сделала региональная власть? Они уже готовые площадки со всеми подведениями коммуникаций, чтобы потом инвестор на это время года не тратил на подключение к электросетям и все остальное. Гринфилды, Браунфилды, то есть эти новые слова, где, то есть это площадки, которые заходят... Как я не люблю эти вот эти слова, я так люблю, что... Все под ключ, площадка под ключ, то есть инвестор заходит, платит, непосредственно уже строит, и его не волнует, что он там через 3 километра должен вести какую-то дорогу. Понятно, приходят иностранцы в основном или наши? Ну, там и известные есть и автомобильные концерты, и там парфюмерия, неважно, что иностранцы, я вообще в этом ничего плохого не вижу. Политика любого региональной власти, чтобы юридическое лицо было создано на территории того субъекта, где развивается личность, чтобы налоги, рабочие места, все. Пусть это будет иностранная инвестиция, от этого Россия не пострадает. Ну, понятно, они завод не могут вывезти из этого места, не увезут в Америку. Конечно, все это на юридическое лицо завезут. Какие еще регионы? Калужская область, но у нас больше 80 регионов, вот одну Калужскую область назвали. Нет, почему? Татарстан, Башкортостан, ну, из продвинутых Новосибирска, Свердловская область. Ну, действительно, это крупные центры, где и рабочая сила в большем количестве, и, естественно, научная подготовка сотрудников, молодежи, все остальное, то есть все это завязано. А как Ваша Астраханская на этом фоне выглядит? Ну, Астраханская выглядит, Астраханская очень специфичный регион, там определенное геополитическое положение, мы просто на другом специализируемся, выстраиваем отношения с нашими соседями, иностранными государствами, то есть немножко снизу сравнивать. Но Вы любите свою область, я понимаю, что Вы всех приглашаете. Конечно, да, на рыбалку, на интересные проекты, такие как Сарай-Бату, историко-археологический туризм развивается. Ой, это Вы нам отдельно расскажете. Хорошо. Ну, вот наше время истекло, быстро проходит время. Да, конечно. Многое не сказали, незаметно. Дорогие радиослушатели, спасибо Вам за вопросы и за замечания, Сан Саныч. И, Татьяна, спасибо Вам, что Вы пришли, и я думаю, что разговор был интересный. Мне тоже очень понравилось, спасибо. Спасибо. Передача была я, Татьяна Федяева, а в гостях у нас была Татьяна Вадимовна Минеева, эксперт в области регионального развития и представитель клуба лидеров-предпринимателей. Спасибо. Всего доброго, успехов. И вам успехов.